Давайте с вами всё-таки договоримся, что у каждой части дела человека есть своё место. Но это было бы удивительно, если бы у вас мозг переехал назад. Это был бы тогда не человек какой-то другой совершенно. Ещё раз говорю, художник может рисовать как угодно, как он видит, как он представляет. Ценность художественного образа совершенно не в том, что он точно должен соответствовать окружающей реальности. А нет, нет, не в этом нет. И неверно считать, что чем ближе к реальности рисунка, тем он лучше. Не это определяет качество рисунка. Не это совершенно. А выразительность рисунка. Прежде всего. Зачем мы с вами мычимся с классической канатой? А причина-то очень простая. Если вы рисуете, как вам захотелось, то у вас два кака. Один раз у вас вышло очень здорово, а потом отвратительно, а потом никак. А потом ещё раз никак. А потом ещё раз никак. Вы не можете управлять своей рукой. Вы не понимаете, как у вас получается ставить в гарантию. Вы случайно водите, и вам кажется, что вот теперь будет очень классно. Ребята, вот так, как правило, ничего классного не получится. Случайно можно получить действительно очень интересное рисунок. Но это случайность. Я хочу вам показать немножечко другое. Как научиться управлять рукой. Как учиться рисовать не просто всё, что пришло к голову. Так? А вот поставил определённую цель, и эту цель выполнил. Захотел изобразить строго определённую вещь, и именно её изобразил. А не то, что получилось случайно. Идея понятна? Это не значит, что все остальные рисунки неправильные и нехорошие. Но это даст вам возможность действительно управлять собой. А после этого смело забывать всю пластическую анатомию, и рисовать дальше, как вам хочется. Вот после того, как научились управлять рукой. Научились переносить образ на бумагу и нахоз. Вроде бы. Полная дорога к антониме. Упражнение с лицом оказалось достаточно сложным. Сложнее, чем упражнение с телом. Если шагающий, даже танцующий человек удался почти всем, то лицо приконит всем. Поэтому упражняемся ещё раз. В чём дело, ребята? А лицо у нас, лицо и руки, это два совершенно особых места. Как вообще общаются люди? Говорят слова? В Италии со мной был такой случай, что информация передаётся не словами, а как? Жестами, мимикой. Это так называемое невербальное общение. Его очень сложно выразить. Слово. Очень сложно формально сказать, какую же мне информацию передал другой человек своим выражением лица. Но то, что эта информация очень много, проверяется запросто. В 50-х годах прошлого века один из известнейших психологов, Плебин, построил совершенно простой опыт. Он взял десяток представителей разных фирм, торговых фирм, которые собирались заключать договора друг с другом. Как по-вашему, а это пустячки или важная работа, заключение соглашений между торговыми фирмами. Очень важная работа. И представители были поставлены в разные условия. Первая пара сидела с столом лицом друг к другу. И вели три кобера. Вторая пара тоже сидела с столом. Но смотреть они должны были в окно, вон туда. То есть один с одной стороны стола, другой с другой стороны стола. Они могли говорить всё, что угодно, но друг на друга не смотреть. Должны были смотреть в окно. Так, третья группа сидела за столом, но повернувшись спиной друг к другу. Какая разница? А, как по-вашему, Володя, значит, какие переговоры имели более чем наполовину более успешный характер? Нет, пустою. Володя, дай мне свою прогноз. Как по-вашему, оказалось важно или не важно, как себя предпочитать? Важно. Важно. Какие переговоры шли более успешно? Те, которые все смотрели. Вот это слово о вашей привычке общения по мобильному телефону. По мобильному телефону происходит не настоящее общение, а вот такой кастрированный рзац общения. Урезанная, урезанная, малюсенькая частичка его. Потому что на самом деле настоящее общение происходит. только между живыми людьми, когда они лицо друг друга, они видят. Психология, вот эта форма контакта, когда ты видишь лицо человека, он тебе, я пускай, даже ничего не говорит, но его лицо очень много говорит. называется eye-контакт, контакт глаз. Так? Значит, таким образом передать можно очень много. Хотя, удивительная вещь. Когда мы говорим, что у человека разное выражение глаз, а само глазное яблоко, как-нибудь, меняется? Нет. Оно же совершенно не изменено. Единственное, что с ним может быть, оно может вращаться, двигаться у себя в ладонице, но еще может меняться диаметр зрачка, сужаться, расширяться. Все, точка. Значит ли это, что выражение глаз у нас крайне ограничено? Ребята, он бесконечный. И максимальное значение в общении между людьми имеет два лицевых треугольника. Верхний и нижний мимический треугольник. Верхний и нижний треугольник. Вот середина мочка носа, вот от этой точки, так, к уголкам рта. На палец ниже уголков рта. И вот эти две точки соедините прямой. Вот вы получили вот этот треугольник, и малейшее изменение формы которого на самом деле несет нахармацию. Ногу или руку вы можете сдвигать на градусы, даже на десятки градусов. Это почти ничего не меняет. Но малейшая деформация вот на этом участке необычайно информативна. Она имеет очень высокое значение. Я скажу, вот этот первый треугольник, вот он. И второй треугольник есть отсюда же, от этой точки подойдет. Вверх уголком глаз. Любое изменение в этих двух треугольниках на самом деле несет огромную информацию. Так? Отреугольник очень сложно передать слова. Поэтому настолько сложно рисовать лицо. Если вы чуть-чуть ошиблись в изображении колена, так, это сильно изменит впечатление от вашего рисунка. Немножко ошиблись в развороте плеч. Ничего. Но если вы в такой степени ошиблись в изображении деталей лица, вы не получили желаемое, а получили вообще бухганное плечо. Да. У меня в жизни вот раз такой случай был. Вот я с рисунком с распечатки первого солнца. Там он был спокойный, равнодушный. А я его нарисовал и у меня получился он беспокойный для деталей вниз. Хотя вы ведь наверняка изменили только совсем чуть-чуть. Да. Понимаете? Малейшее изменение так линия изображающая лицо сразу меняет очень много. И совершенно такая же вещь с луканом. Руки на самом деле рисовать крайне очень 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 поэтому до сих пор пока мы с вами рисовали фигуры людей я вам говорил руки не рисуйте намейте положение размер кисти не более того. Потому что по-настоящему руки кисти руки столкнулся не потому что там очень много деталей одни тут пальцы пять штук и еще каждый норовится огнеться. Так? Дело в том, что ноги бог с ними а вот положение рук очень важно менее важно чем лицо но тем не менее очень важно. Хорошо. Ну и после этого вот как профильная фигура лица делает мы более-менее начали с вами посмотрели. Сегодня немножко посмотрим как делается пас рисунок человека пас смотрит прямо на вас. Ну здесь подробно крюсовку черепа делать даже не надо. Ну можно немножко надеть. Играть мы будем как всегда сначала так оглазить от оручности так значит ну вот смотрит на вас человек вперед при этом он не задирает подбородок и не прижимает он смотрит прямо перед собой как по-вашему лицо человека который смотрит на вас вписывается в окружность или фигура немножко другая другая на самом деле окружность это вот что знаковая коробка но если человек смотрит на вас вниз от этой окружности что выступает лицевой скелет челюстной скелет человек поэтому грубо говоря мы имеем такую ситуацию примерно вот с поправкой на то что у разных людей обмоголовок разумеется очень различные так давайте посмотрим даже размещаются детали лица в рамках по которому не делайте маленького рисунка ну не надо его совсем пережимать краем листа вам будет неудобно тогда но маленького рисунка не делайте кто понимает почему не стоит учиться делать на маленьких изображениях если у вас рабочее поле пошире там и детали прочее очевидным образом если человек не участвовал в какой-нибудь молодежской патасовке то нос у него идет по прямой если нос не сломан так хорошо нос идет по прямой так глаза опять же если человеку там я не знаю до скорости во время поскуления вмазали даже глаза лежат тоже более-менее на одной приблике но голова у нас лицо у вас плоское как понежный лист не не плоское давайте переносим у вас вот здесь так глазница у вас начинается вот здесь а лук вот здесь линия такой а это что значит это значит когда мы смотрим спереди если даже мы линию глаз проведем вот так прямую то границы вверх не пойдут по прямой они пойдут вот так верхняя поднимается вверх а нижняя опускается вверх при этом линия самого убавка а линия упала не будет вризонталь если хотя бы чуть-чуть наклонил голову вперед то окажется что бух образовал блокаду мягко вот так он ушел к искам вот куски а вот теперь давайте сделаем наверное вот такую вещь давайте попробуем сделать следующее попробуем раздвинуть стулья отодвинуться друг от друга давайте вернуться так чтобы было удобно смотри прямо вот сюда прямо переносится к соседу нет нет поверните стулья ладно вот старайтесь не задирать подвороток не опускать подвороток ну держите голову такой задачка будет вот какая вот понятно какое положение вам надо будет принять сейчас пока смотрим на задача будет вот какая разобраться когда вы смотрим человек в себя вот сюда вот что вы собственно видите давайте первая задача будет разобраться разрушать где у человека выше выше линия глаз ниже линия глаз вот так вот человек вот так у человека вот как располагаются уши по отношению глаза слава выше ниже в данном случае ничего не значит попробуйте для себя концентр разобраться насколько выше насколько ниже ну допустим сравниться с нервным глазом понятно вот давайте сели посмотрели друг на друга постараемся разобраться с ушами так башню там лучше не видно мы хотим чуть-чуть волосы сменить чтобы лучше было видно а то совсем вашим партнерам уха вот хотя бы немножко с ушами постарайтесь ухажать у каждого человека черты лица немножко отличаются от черт лица другого не существует единственно правильного положения уха но уха которое уехало сюда не бывает никогда ваша задача примерно понять положение размер ушной раковы примерно сделали а вторая задача будет попробуем разобраться с длиной носа переносица переносица нас интересует точка вот здесь на переносице появляющаяся между двумя оболками глаз примерно между середин глаз вот попробуем разобраться какая длина носа переносица вниз сравнивать с размером глаз сравнивать с расстоянием между глазами сравните с размером уха вот для того чтобы видеть пропорции надо всегда научиться сравнивать одну с другим вот тогда вы увидите пропорции объекта да это задача разбираемся с длиной носа от переносица до кончика смотрим друг на друга и решаем длина носа примерно равна длине глазу так больше этого или расстояние между глазами или больше или меньше и смотрят так кто знает еще натрек ну так человек по разному ну примерно если разделить примерно если разделить ты что делаешь знаете я нарисовал ну и чьи это тебе это делаем мы еще раз делаем изображение человека который не опустил подбородок и не затрался то есть смотрит прямо перед собой если опустил подбородок то с видимым размером носа он остался тем же увеличился или уменьшился человек просто опустил подбородок видимый размер носа увеличился человек поднял подбородок даже немножечко уменьшился то есть на самом деле если вам надо изобразить человека который смотрит вверх аминобородочек то какую часть лица вы будете рисовать больше какой меньше какой еще меньше по высоте итак человек смотрит вверх какая часть лица нижняя будет больше нижняя больше а чем ближе к верхней части тем меньше то есть на самом деле очень большой подбородок оказывается нос покороче чем нужно а лоб еще короче чем нужно вот эта высота еще меньше если что-то узкая лоб размеры лба увеличивается нос облиняется подбородок уменьшается а почему так а потому что есть такая штука которая называется перспектива как работают законы перспективы линейные перспективы и какая еще бывает это мы с вами сегодня после переменки пробовали ой ребят много разных перспектив в частности совершенно гениально применяемая применявшая вся дверь делаем свои комнаты все обратное перспективы все рисунки сделаны в обратной перспективе то изображение выворачивается на зрителя если человек внимательно смотрит про обратную перспективу когда-нибудь в следующий раз он мне говорил она как раз из многоцикла написана часа вот допустим длина носа дальше а дальше ширина носа во-первых ширина самой мочки носа вот это мягкого крючевого завершения но ведь от мочки носа влево и вправо расходятся крылья основания ноздрей отлично пошли крылья прежде не опуская голову конец крыла находится на одной линии с концом мочки выше или нет человек не опустил не затраган чуть ниже чуть ниже чуть ниже и обычно разрез ноздрей немножко виден ноздря немного видна вот так заглянуть в ноздрю без этого положения нельзя при каком положении головы да вот так задрагал вы можете вполне взять букву и рассматривать что-нибудь в ноздрю заглянуть можно так сделать вот это очень важная вещь носогубная складка две складочки они гусени обязательно выглядят от морщины ну дальше значит ну если вы сейчас посмотрите друг на друга обратите внимание на лице у каждого человека от основания крыломоска уголка на рта проходит складка это и есть носогубная складка губа вот этот приугольник приугольник да вот здесь у вас две падены и щега и складка тоже приугольник положение носогубной складки вот вы нарисуем чуть-чуть его поменяли чуть-чуть усилили линию чуть-чуть добавили криво сну и у вас сразу у человека меняют выражение здесь старее молодее и зло становится добрым и с добрым станут скапризным так выражение лица в очень большой степени зависит от того как вы намечаете изображение носогубное при этом ищите такую штуку вот так нажимать карандашом от души если вы это делаете значит вы никогда никаких мелких деталей так-то мелких нюансов не изобразите вам от вас сначала намечайте легкую губы знаете хорошо дальше не менее важная вещь губы ну всерьез очень сложно и очень трудно с ними разбираться попробуем хотя бы немножко значит ну во-первых бывает ли люди у которых губы если микроб закрыт образуют совершенно прямую линию таких людей на свете не бывает так линия которая образует губа когда закрыт достаточно сложна если у человека нет таких нужных привычек иногда бывает с кривой ухмылка при кривой ухмылке от левой и правой половины лица симметричны или асимметричны асимметричны значит если человек имеет привычку постоянно ухмыляться то у него равномерно или неравномерно закладывают морщины слева и справа вот на самом деле неравномерно но вообще это у нормального человека по идее ротто конечно симметричны левая и правая половинка симметрична значит при этом вырез губ как правило верхняя и нижняя губа здесь посерединке имеют небольшое сужение точки приближаются друг к другу а дальше небольшое расширение вот так более толстые губы становятся вот это очень примерно подчеркиваю очень примерно линия при этом на рисунке и не только на рисунке а в действительности вот эти вот уголки рка та точка где губы смыкаются как правило они видны значительно более отчетливо чем вот эта средняя часть рка как правило именно в уголках собираются тени которые подчеркивают линию губ ну линия подбородка в разных путей может быть очень разная все это очень при этом скулы лобового всегда выступают на отношении к высшему поэтому возникает какая вещь я смотрю еще вперед впереди возникают вот эти линия вон там за этой линии вот это какой отдел черепа вот здесь какая часть черепа ну понимаете что мы сказали вот это какой район показывают вишки конечно вишки в той или иной степени всегда запарят скула в той или иной степени всегда трибун у разных народов мира анатомия лица конечно очень различна в частности выделяется высокоскубая раса что имеется ввиду вот это расстояние побольше вот это расстояние побольше соответственно расстояние между нижней линией носа и горизонтального глаза увеличено так у высокоскубых рас как правило скуловые гости развернуты почти под прямым углом в зеркетверах то есть вот так стоят получается широкое и достаточно плоское лицо при этом в этих раз как правило спинка носа спинка носа приподнимается отношение кольцевой плоскости незначительное плоскости лица спинка носа приподнимается для каких раз характерна высокоскубость плоская фронтальная часть лица и невысокая спинка носа для кого характерна даже ну того это совершенно а теперь как европейцы называли американских индейцев вот тогда они покоряли дикий запад да и вообще приходили в Америку как называют грустно а как американские индейцы называли европейцев бледнолицей ага купер читали это уже хорошо но на самом деле наше свое прозвище включает два слова индейцы нас называли бледнолицей винноносой в чем дело а наша европейская раса это единственная раса из всех у которой настолько высокая спинка носа у предстоитов всех остальных рас спинка носа значительно ниже поэтому нос у остальных предстоитов особенно чистый предстоит не выдается настолько сильно вперед так с точки зрения нормального монгова нормального я не знаю индейца черномогого нормального австралийского аборигена мы с вами сплошные буратины этого буратины был вот такой нос который вперед торшел был у нас очень беременные носы буратины значит итак ну вот некоторое представление о самых общих вещах связанных да ну кстати очень полезное упражнение рисовать бритых людей бритые наклоны потому что когда вы изображаете прическу это вроде как с одеждой очень просто рисовать человековая одежда нарисовал мешок придел к нему ручки ножки сверху шарик вот он человек поэтому если вы хотите реально научиться рисовать то сначала никаких волос никакой одежды поймите как все без покровов устроено но а после этого ради бога одевайте во все что угодно хоть 25 слоев делайте любую прическу хоть парит на него одевайте ради но сначала пробуйте саму форму ржавы итак внимание значит если бы это было детским лицом как бы менялись пропорции глаза больше глаза больше раз через было бы меньше два скоба или три еще мозговая коробка больше это значит высота у 2 больше и ширина вот этих крайних точках больше итак у ребенка сжатие происходит вот в этом направлении вот так сжимается лицевой скелет а мозговой наоборот расстреляется узор кстати а представители полу двух разных в одинаковой степени происходят вот эти взрослые деформации женское лицо и мужское лицо если вот мы берем ребенка и говорим что узрослого размер мозговой части черепа относительно лицевой поменьше чем лицевая часть черепа вот кто по этому пути прошел до конца а кто завис не дойдя до конца мужчина до конца конечно лицевая часть черепа челюстной отдел черепа если брать мужские черепа или женские черепа совершенно очевидно что незначительно но более выглянуто в сторону и вниз челюстной отдел в мужском варианте барышня не дошли до крайней точки движения возрастного при этом ребят запомните я это много раз говорю что я вам объясняю рассказываю только про самые общие закономерности найти человека у которого все немножко не так не представляет труда можно найти барышню с вот такой челюстью как у челюсти запросто маленький лобик вот такая челюсть и ну барыш не вывезло или наоборот повезло я уж не знаю можно найти молодого человека у которого наоборот более женственное или даже более детские инфантильные чертали крупный лоб выкупает лоб относительно маленький носик маленькая челюсть без разбитого стыка а как будет называть в литературе часто будете встречать как будет называть вариант подбородка когда подбородочный выступ не очень хранит вот такой вот срезанный подбородок или косо срезанный подбородок ага скажите вот это считается признак мужественности или наоборот слабого характера да слабый характер настоящий мужик подбородок должен торчать торчать вперед как носу ледокову но после наших разговоров давайте-ка вы два-три набросочка человека разных попробуйте поставить нет не цель попробуйте поставить перед собой разные задачи попробуйте сделать лицо взрослого человека и ребенка лицо мужчины и женщины лицо азиата некроида европейцы так смотрим ну во-первых это он или она с восточкой о слабо не в угоре в очередной раз только не сверху горшку купал а сбоку видите что перекусили да ну в общем черепную коробку лучше не перекашивать не понимаете и этакие и этакие депрессии мы не учимся почему чтобы у вас поменьше получалось мягче а побольше получалось управляемое ага вы знаете но потом смотрите вот этот угол у вас горизонтальная а внешний угол этого глаза куда он у вас извиняйте уехал вот вы понимаете с рукой ногой это бы запуск прошло при изображении лица малейшая неточная линия и сразу все меняется так хорошо подбородниче во-первых если это он то подбородчик давайте побольше так лицо становится очень жестко у вас очень высоко скобно хорошо ну было такие скажи этот человек смотрит прямо перед собой или его взгляд направлен вверх или вниз вашему вверх вниз или горизонт куда он смотрит вверх конечно statistic получил во-первых очень в высоте подборога при небольшом носе и маленьком обе, а во-вторых, в изображении радужки волоса зрачка, вот смотри, что я сделал, Игорь Ильич, сейчас у меня это лицо развернется зрительно так, как вот человек смотрит вверх, а ровно через минуту развернется так, как вот этот человек смотрит вниз. Смотрите, я ничего не менял, а не нарисовал. Скажите, пожалуйста, как развернулся лицо зрительно? Я вверх смотрю. Да, конечно, я вверх смотрю. Хорошо, теперь. Теперь он туда смотрит. Теперь он не смотрит. Коса. Нет, ну коса. У доски всегда очень трудно рисовать, не видевши реального размера. Надо отойти, посмотреть, что угодно. То есть, если вы радужку оторвали, так вот окрашенный глаз через глазок вверх, то автоматически будет восприниматься, как голова развернется зрительно. Спасибо.